Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и мы начинаем наш шестой урок. План урока. Установка шаблона MusicPlay. Итак, начнем ставить шаблон MusicPlay. Сразу хочу сказать, что шаблон, который мы будем ставить, это не новая версия. Она валяется в интернете. Этот шаблон коммерческий, он платный, но достаточно функциональный. Этой версии шаблона вам хватит, чтобы протестировать и понять, нужна ли вам эта тема, этот шаблон. Нравится ли она вам или нет. Может быть вы захотите использовать какую-то другую бесплатную тему. В процессе обучения вы для себя решите. Ну а в платном своем курсе я приложу бонусным урокам последнюю версию купленную этого шаблона. И все мои клиенты в дальнейшем смогут скачивать последние версии данного шаблона бесплатно. И также будет полная русификация данного шаблона моим клиентам. Так, давайте ставить этот шаблон. Шаблон ставится так. Внешний вид темы. По умолчанию у нас тема стоит вот эта. То есть в WordPress сразу идут вот такие вот три темы. Бесплатные, да? Вы также можете посмотреть, что за тема, нажав на кнопочку «Активировать». При наведении на нижнюю часть вот этого бокса, видите, да? «Активировать». Здесь у нас написано «Тема активна». Можете посмотреть, да? Главное у нас выглядит вот так. Журнальная тема. Так, а мы давайте с вами поставим тему «Music Play». Нажимаем вот на эту кнопку «Добавить новую». Почему же все-таки Music Play? Просто я изучал эту тему, она очень классно заточена под музыкальный сайт. В процессе обучения вы это почувствуете. Сразу хочу сказать, используя движок WordPress, лучше использовать коммерческие темы, потому что они более легкие, более грамотно сделаны. Все у них там сделано четко, SEO, оптимизация и так далее. И самое главное, они имеют большой функционал и они достаточно легкие. Ну, конечно, среди коммерческих тем есть и тяжелые темы. Нужно, конечно же, смотреть. Так, отвлекся. В данном вот этом репозитории присутствуют темы бесплатные. Вы также можете ознакомиться, какие-то установить, если вам интересно, да? Также здесь есть сортировка по темам. Давайте же загрузим Music Play. Нажимаем кнопку «Загрузить тему». И с компьютера в папке с уроками заходите в «Дополнительные материалы». И тут будет папка «Шаблон Music Play». В ней будет архив с нашим шаблоном. Выделяем ее, нажимаем «Открыть». И нажимаем «Установить». Шаблон весит достаточно такой весомый архив. Устанавливаться может длительное время. У меня вот вылезло сообщение, что установка темы не удалась. Давайте зайдем в внешний вид темы. Так бывает, но вот тема у нас на самом деле установилась. Вот она. Видно, да? Написано Music Play. Давайте ее сделаем активной. Наведя на нее мышь вниз бокса, видим кнопку «Активировать». Кликаем по ней. Еще такой момент. У вас вот часто может возникать интернет-сервер error. Видите? Вот такая вот ошибка при работе с вашим сайтом. Это очень часто возникает, когда вы работаете на бесплатном хостинге. Просто нужно немножко подождать, там несколько минут и попробовать перезагрузить страницу. Хостинг начнет снова работать. Это будет встречаться, сразу вам говорю, очень часто. Потому что хостинг бесплатный, да? Но и при этом он бывает, что работает достаточно хорошо для бесплатного хостинга. Так что вот имейте это в виду. Я перезагрузил еще раз страничку, и у меня сайт опять заработал. Наша тема теперь Music Play активна. Давайте пойдем на главную и обновим страницу. Итак, шаблон мы установили. Пока он выглядит вот так. Давайте перейдем в наш сам шаблон. Он находится вот здесь. Появляется тут отдельная вкладка. Вот его админская часть. А мы увидимся с вами в следующем уроке. И сделаем более симпатичный внешний вид.